Данное видео предназначено для настоящих и будущих родителей, которые хотят глазами ребенка увидеть, услышать, понять ошибки своего воспитания, погрузиться в его мир. Мы, души, когда приходим в этот мир, хотим приходить в любви и учиться любить у тех, кто нас пригласил. Мы просим показать родителей своим примером, эталон праведной жизни. Раньше нас приглашали, раньше нас ждали, раньше нас любви зачинали. Сегодня мы нежданы, сегодня мы план. И надо, как у всех, сегодня нас вталкивают, сегодня нас и себя обманывают, что мы сильно нужны. Позже нас отвергают или делают игрушкой и батарейкой для себя и других. Сегодня мы продукт похотливой страсти и производственных мощностей инстинкта размножения. Для некоторых становимся подменой их смысла жизни. Первые дни жизни, вместо любви, нам дают в лучшем случае инстинктивную заботу. Дальше любовь подменяют христианским и культурными ритуалами. Отрезают связь с Богом, подсоединяя конфессиональными Грегорам, погружая в нас образы пороков, лжи, грязных мыслей. И это делают наши родители, нарушая нашу свободу воли. Нас подчиняют служению порокам и делают послушными борцами с Богом, обманывая и подменяя иллюзиями, страхами и эгоизмом любовь. Вы укладываете нас спать в отдельные кроватки и не хотите подолгу держать на руках. Но все, что нам нужно в первые годы жизни, это чувствовать мамино тепло и безопасность. Вы пытаетесь сделать нас самостоятельными тогда, когда мы являемся полностью зависимыми от вас, и не даете быть самостоятельными тогда, когда приходит для этого время. Вы блокируете развитие наших тела и интеллекта, навязываете свои пищевые привычки, лишаете возможности питаться по-человечески. Вы возле нас кричите, злитесь, спорите, выясняете отношения, а после в обиде прикладываете к груди и кормите негативом, а мы принимаем это на свой счет. Рано отлучаете от груди, не давая возможности самим отказаться. От нас требует подчинение общественным стереотипам, привычкам, стать как стадо или стая, бороться с Богом внутри, быть послушными и бессовестными, подменить язык жизненных обстоятельств догмами. Вы за нас решаете, кем нам быть, к чему стремиться, чего желать, чего бояться. Вы не слышите нас, когда мы задаем вопросы, зачем мы живем, что есть жизнь, а в ответ тишина, отстань, потом. Мы строим свой мир, задавая по ходу вопросы, а вы отвечаете «ты еще мал», говорите «узнаешь потом». Мы адаптируемся в теле, учимся и просим помогать нам, но не делать за нас первые шаги. Не нужно нас все время опекать, таскать, водить. Дайте нам шанс раскрыться и выйти из-под вашей гиперопеки. Просто помогайте нашей воле раскрыться, не решайте за нас. Вы лжете себе и другим и учите этому нас, оправдывайте себя каждый раз. Мы не объект для манипуляций, не орудий для решения внутрисемейных конфликтов. У нас свои задачи, помогите осознать и реализовать. Одевайте нас в модную, сковывающую, неудобную, под вас подогнанную одежду и лишайте возможности пачкаться, делать самостоятельные шаги по исследованию мира и совершать свои ошибки. Вы возите нас, сидя в колясках, мешая формироваться опорно-двигательной системе. Таскаете нас за разные части тела, когда спешите и вам некогда почувствовать наш темп познания мира. Вы создаете из нас культ и делаете пупом земли, выделяясь среди других, хвастаясь с нами, сюсюкаясь с нами, как с милой игрушкой. Вы начинаете потакать нашим прихотям и желаниям, делая из нас принцев и принцесс, глухих к языку жизни и зацикленных на себе эгоистов. Вы нас заваливаете яркими, развлекающими, но не развивающими игрушками. Которые недоиграли зачастую вы сами. Вы заменили взаимопонимание с нами дрессировкой от наказания к поощрению. Вы спихиваете нас в ясли, а потом и в садик, снимая с себя ответственность за нас и наше воспитание на других людей. Кто может лучше наших родителей нас понять, услышать, ощутить и дать лучшее? Вы учите нас гордыне и высокомерию, возвышению над другими людьми, подчеркивая нашу псевдоисключительность, цвет кожи, цвет глаз, историческую уникальность, избранность. Вы создаете из нас бабских угодников и подкаблучников, подавляя волю с первых месяцев жизни. И называете все это педагогическим воспитанием. Вы забиваете нас знаниями, которые нам не нужны, а интересны вам. Вы взращиваете в нас воинственность, делаете борцами против любви. Внушая нам роли юристов, банкиров, военных. Вы пытаетесь нас затащить в этот мир, но у вас не получается. Вы прибегаете к гормональным таблеткам, эко, суррогатному материнству, но не можете понять простого. Мы не выбираем жизнь с вами. Мы придем к тем родителям, которые понимают нашу миссию, выбирают жизнь в любви. Мы хотим вам помочь, перестаньте с нами бороться. Научитесь добро различать, а подсказки дальше изложим. Мы предлагаем 9 вопросов для будущих родителей, для тех, кто планирует привести душу в этот мир. 1. Зачем рождается ребенок? Зачем душа приходит в этот мир? 2. Различаете ли вы посыл инстинкта размножения, плодитесь и размножайтесь, от сознательного волевого решения двоих привести душу для выполнения ею определенных задач? 3. Не находитесь ли вы во власти иллюзий, что ребенка нужно родить для продолжения рода? 4. Одержимы ли вы мысль, что нужно рожать, так как все это делают, а вы еще нет? 5. Можете ли вы доверить себя маленького и родину, человеку, с которым планируете создать семью и зачать ребенка? 6. Готовы ли вы психологически и физиологически к процессам вынашивания, рождения, кормления, нравственного самовоспитания себя возле ребенка? 7. Подготовили ли вы свою психику и физиологию к новым нагрузкам? Насколько? Промоделированы ли предстоящие процессы вдвоем? 8. Ознакомились ли вы с трудностями, последствиями предстоящих процессов и что предприняли к их исключению? 9. Ведете ли вы здоровый образ жизни? Погнал «Макия» Субтитры создавал DimaTorzok Для тех, кто заинтересован в создании нового интеллектуального продукта для детей на базе материалов КОБ и других полезных прикладных методик, предлагаем включиться в совместный труд. Начать можно с предложенных книг и материалов. Человечное образование ВКонтакте, от самообразования к целостности индивидуология ВКонтакте или на сайте КОБМедиа.